привет с вами hike and trip я руслан это юля и мы приехали в италию а находимся мы небольшом городке точнее недалеко от большого городка который называется нага торбали который собственно расположен недалеко от знаменитого озера гарда здесь у нас такой небольшой уютный кемпинг который нас приютит на эти две ночи в общем и целом будем делиться с вами всем что видим что думаем расскажем о всех наших впечатлениях о наших планах вот надеюсь вам понравится такой формат видео так что путешествуйте вместе с hike and trip кстати это необычный кемпинг он является частью небольшой семейной фермы по производству оливкового масла здесь проходят дегустации но давайте сейчас просто прогуляемся по этому кемпингу уютному но самое приятное в этом кемпинге было что тут нет толпы вокруг как это бывает в кемпингах ближе к берегу ощущается почти как на даче кстати тут еще растет ежевика большом количестве прям целый грозди висят и нам разрешили насобирать сколько мы хотим покушать вот вот я ищу мы покидаем наш кемпинг и отправляемся смотреть на эту вашу знаменитую гарду и на местные красоты погуляем полюбуемся у нас такой свободные релаксовый немножко денек потому что мы только приехали и не хочется идти в какой-то дикий хайк к тому же довольно жарко юль ты видишь этот разлом на довольно необычно потому что обычно горы знаешь как-то более пологие а здесь и правда как будто кусок выдрали прикол слан там гарда яйбуми смотри сними как красиво ооо супер вообще я думаю лучшей обзорки мы сегодня не найдем мы идем по дороге просто идем до вокруг красиво но потом мы начинаем видеть вот эту вот зеленую полянку лавочку и фьорд и приходим сюда и мы здесь одни и я говорю что я получаю вот прям удовольствие чувство удовольствия вот прямо сейчас прямо здесь смотря на это все и блин я прям вот сейчас еще и счастлива мне очень красиво я под впечатлением большим вообще это озеро нож такое вытянутое и сейчас мы находимся на его севере вот мы уже были на озере в городке гарда он находится где-то посредине озера и я хочу сказать что виды там ну красивые но не столь впечатляющие потому что напротив тебя собственно озера и горы а вот отсюда ты видишь вот всю его продолжительность вдоль до горизонта и виды вот честно говоря намного более впечатляющие очень красиво отсюда мы спустились к соседнему городку торболи чтобы взглянуть на гарду поближе город с виду провинциальный но очень известный среди винсерферов лениво слоняемся по городу ищем где бы взять кофе на вынос в местном коопе находим обалденные пирожные и отправляемся на немноголюдный пляж потреблять их с потрясающим видом на озеро это конечно кайф ты думаешь я тебя снимаю пирожные конечно потрясные но нормальную еду к сожалению не заменят макроны с говядиной под соусом из паприки уже заждались нас в лагере в общем у нас тут кое-что случилось и я даже не знаю как это говорить в общем наше дальнейшее путешествие явно под риском срыва абсолютного короче мы были в магазине и мы мы не купили чай у нас нет чая ладно все на самом деле ок сейчас будем есть наши сублиматы видела я маршрут где ты идешь прям по хребту там вообще красиво будет представляешь ну представляешь да я могу представить идешь по хребту по хребту человека какого-нибудь идешь он такой да блин слезьте с меня ну такой нет тут слишком красиво не могу и я не знаю я не знаю что ли это все это все ну ну и и и Зачем в лицо хлебом тычешь? План на сегодня отсутствует полностью, потому что я хочу похайкать, Юля хочет в какие-то музеи ходить. Есть еще дорога вдоль озера через туннель 19 века, есть какая-то крепость полуразрушенная, круглая, есть шапель, церкушка какая-то Санта-Барбара, кстати, вот, поэтому посмотрим. Мы сейчас ждем автобус, чтобы быстренько доехать до ближайшего города и оттуда начать маршрут. И здесь я хочу отметить очень прикольную фишку, когда ты заселяешься в кемпинг, даже более того, когда ты его бронируешь, тебе сразу приходит на email сообщение с кодом, по которому ты активируешь гостевую карту. С этой гостевой картой ты можешь ездить, пользуясь местным транспортом, абсолютно бесплатно. И это очень неплохо экономит денег, как всегда очень пунктуально. Для нашего маршрута на сегодня отправляемся в другой город Рива-дель-Гарта. Этот город кажется уже более курортным, чем Торбале. Рива-дель-Гарта оставил приятное впечатление. Здесь можно найти уже больше исторических достопримечательностей. Его история ведет не только к Римской империи, но и на удивление при раскопках были найдены следы древних этрусков. Проходя по уютным и красочным улочкам, мы направляемся к началу нашего маршрута и первым пунктом на сегодня будет Бастион, сооружение 16 века. Бастион был построен для обеспечения безопасности деревни после того, как прекратилось венецианское господство над регионом. Заодно тут еще одна из лучших обзорок, да и добраться сюда можно на лифте от города. В 1703 году французские войска разрушили основное здание, сделав его непригодным для использования. Посмотрите на эти руины, свидетельство давних времен и исторических событий. Внутри Бастиона можно на мгновение ощутить дух этой средневековой эпохи. Но это конечно не самое главное в этом месте, кофеек перед следующим подъемом поважнее руин. В общем можно кофе выпить. О, кстати, может здесь айс кофе есть? Есть. Я бы бахнул айс кофе. Хорошо, отдохнули и нас ждет новый путь к церквушке капелле, которая называется Санта-Барбара. Та-та-та-та-та-а, ну вы поняли. Идем после 12-ти, уже довольно жарко, что конечно усложняет сразу автоматически любой хайк вдвое, палки мы тоже не взяли, думали будем на релаксе тусить. Но с другой стороны это тоже не супер прям какой-то сложный маршрут, но в жару тяжеловато. Прошли большую часть, почти половину пути, я вот решил посмотреть, что здесь за какая-то технологичная штука. Выглядит внушительно. Прикольно конечно. Мощная конструкция. Я кстати вижу, что вон там проходит или раньше проходила по крайней мере тропа. Значок есть, но сейчас это больше похоже на то, что все закрыто. Очень такая приятная дорожка сейчас нам сопутствует после всех этих косоебен, подъемов камней и так далее. Здесь вот такая мощная стена, как видите. и мне кажется, что это что-то типа водохранилища, потому что труба-то идет оттуда, я думаю вода накапливается и потом снизходит вниз. Забудьте, забудьте, что я говорил про водохранилища. Это просто стена, просто стена, я думаю она ограждает от камней. Вот и все, вот и все. Вот, мы пришли к рефуджио. Эта хижина с самообслуживанием располагается на 560 метрах над уровнем моря, то есть примерно в 500 метрах подъема от города. И это отличный перевалочный пункт, где можно отдохнуть и посидеть в тени с отличным видом на гарду и город. А вон, вот здесь вот, это капелла, вот там повыше. Вот мы как раз туда идем и думаю оттуда будет офигенский вид. Ага. 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 Гугл кричал отзывами на лучшую бургерную в городе, чего мы явно не могли проигнорировать. На деле вкусно, но в целом ничего особенного. И уж какой контраст после подъема, корней и камней, оказаться в городе среди туристов, кафешек с кофейком в руках. Мы нагулялись сегодня, наелись бургеров и, в общем-то, практически выполнили нашу миссию на сегодня. Но мы что-то сегодня очень задолбались и, наверное, остаток дня мы проведем на релаксе, на релаксе, без всяких съемок. Друзья как раз вернутся с Виа Ферраты и будем отмечать день рождения одного паренька. В общем, на сегодня пока все, но оставайтесь с нами, завтра мы будем уезжать и кто знает, что мы будем делать завтра. Ты знаешь? И я не знаю. Доброе утро. Добро пожаловать в наш кемпинг. Мы уже собрали палатку, потому что нам сегодня пораньше нужно выйти из лагеря. Сейчас у нас такой бесхитростный завтрак с абрикосками, помидорками и тунтусом и вчерашним хлебом. А еще у нас есть чай. У нас есть чай. Хотелось бы в конце видео сделать какой-то вывод. Вот. Какой вывод мы можем сделать? Ходите в походы. Какие походы? Мы тут гидонистический образ жизни показываем. Но все равно. Ну да. Гарда. В общем-то отличное место. Здесь, как видите, есть масса вариантов остановиться. Хотите подешевле, на природе, поспокойнее, выбирайте кемпинг. Причем любой кемпинг. Хотите потуснее, выбирайте кемпинг в городе. Хотите потише. Например, ребята вообще где-то в горах сняли очень дешево апартаменты. Это третий вариант. Кто любит озера, горы, отличный выбор. Хайк. Покататься на корабликах. Любой. Виа Феррата. Короче, чуваки, это просто полный комплект. Да нет. Самое важное, что вот эта вот пятница, суббота, в воскресенье я не беру, в общем, два дня, они прошли как будто бы как длинная неделя. Это было настолько насыщенно по красоте, по разнообразности мест. Хотя вроде бы откуда разнообразность, мы были в одном месте, но все равно, в общем, такая получилась одна, вот есть заезженная фраза, одна маленькая жизнь, действительно. Если бы мы сидели дома, блин, но этого не было бы. Я думаю, что надо свои выходные, брать за них ответственность и как-то их разукрашивать. Какие-то поездки, какие-то встречи, какие-то, ну в общем, какие-то мероприятия интересные. Я. Ешьте фрукты, ешьте овощи. И тунец откроешь. И открывайте тунец в конце концов. Не забудьте свой следующий поход. чайочек. Так что с вами были Хайкн Трип, Руслан и Юля. И до следующих путешествий. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова